Библейский портал экзегет.ру представляет 144-й один из самых последних псалмов в перевозе российского библейского общества для библейского портала экзегет, его читаю Вот со 144-го псалма идет самая последняя часть, вот несколько этих самых завершающих псалмов В которых только одно — хвалите Господа, больше ничего в этих псалмах нет Это сказано на разные лады, это повторяется с примерами, повторяется с обращениями, это повторяется с какими-то историческими ссылками Но говорится только одно Псалтирь — книга «Души перед Богом», напряженно молящаяся, взывающая о спасении, просящая о снисхождении, о милости, о верности И вот псалтирь — это такое большое молитвенное путешествие, паломничество, если хотите Недаром вот православная традиция, да не только православная, в любой христианской традиции псалтирь — это такой учебник молитвы, который люди читают в самых разных случаях Когда, например, кто-то из близких умирает или читают его просто как свое такое молитвенное делание, да Потому что это путешествие, потому что вот здесь душа, которая много страдала, которая много просила о помощи, благодарила за эту помощь, которая рассуждала о том, как устроен этот мир, о том, кто такой Бог Нуждаются теперь только в одном сказать — хвалите Бога, и сама его прославляет 144-й песня хвалы сложена Давидом Здесь указание на Давида, как на автора, да Буду славить Тебя, мой Бог и Царь мой, благословлять имя Твое во веки веков Каждый день буду Тебя благословлять, восхвалять Твое имя во веки веков Велик Господь и достоин хвалы, величие Его непостижимо Во всех поколениях буду славить Твои дела, возвещать о Твоем могуществе, о блеске, о славе, о величии Твоем О Твоих чудесах размышляю я Мощь и грозные дела Твои превозносят люди, о величии Твоем я поведаю Будут вспоминать Твои великие благодеяния, воспевать будут Твою справедливость Щедро и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив Благ Господь ко всем, милосерден ко всем творениям Своим Все создания Твои, Господи, славят Тебя, Твои верные благословляют Тебя Возвестят о славе Царства Твоего, поведают о могуществе Твоем Расскажут людям о могуществе Твоем, о сияющей славе Царства Твоего Царство Твое, Царство вечное, владычество Твое вовек Господь поддержит падающих, поднимет поверженных. Очи всех устремлены к тебе, ты каждому пищу даешь свое время. Открываешь ладонь твою и насыщаешь все живое, все, что нужно, даешь. Праведен Господь во всех путях своих и верен во всем, что бы ни делал он. Господь близок ко всем призывающим его, к тем, кто искренне взывает к нему. Он исполняет желания боящихся его, слышит их вопль и спасает их. Хранит Господь всех, кто любит его и уничтожит всех нечестивцев. Хвалу Господа мои уста изрекают и благословляет все живое имя святого его во веки веков. А что тут комментировать, вот скажите мне? Ведь все же понятно. Вот нет ни одного из стиха, который нуждается в каком-то дополнительном разъяснении. Давайте я не буду комментировать, я просто обращу внимание на те вещи, которые мне кажутся важными. Разъяснять здесь нечего. Вот смотрите, буду славить тебя, каждый день буду тебя благословлять. Почему эта последняя часть псалмы про славление начинается с буду славить? Потом там будет в основном хвалите Господа, хвалите другие. Потому что с себя все начинается. Часто люди навязывают другим свое видение религии, свое понимание духовности. Делайте, как я скажу. Да бессмысленно это. Я буду славить. А вы потом присоединитесь. Поэтому начинается с буду славить. Потом уже хвали душа моя Господа, следующий псалом. А еще через один хвалите Господа вы и все остальные. И почему я буду его хвалить? Смотрите, ну, наверное, потому что он был ко мне благ, милосерден. Об этом много в псалтире. Это упомянуто, но почти как-то незаметно даже. Мощь и грозные дела твои превозносят люди. Будут вспоминать твои великие благодеяния. То есть, а какие конкретно? Щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Он вообще такой. И вот это прославление, оно обращается к Богу просто потому, что Бог все это дал. Потому что все это у человека в жизни присутствует. Но даже если здесь и сейчас он это не ощущает, он знает, что это так или иначе от Бога. Учи всех устремлены к тебе, и ты каждому даешь пищу в свое время, открываешь ладонь твою, насыщаешься живую. Слушайте, а разве все всегда ходят сытыми, особенно в древнем мире, где периодически был голод? А разве в природе животные всегда все накормлены? Здесь даже не сказано все люди, вообще все. Все живое. Птицы, рыбы, насекомые. А не что, все всегда сыты, никто не умирает, не страдает, не болеет. Да нет, мы знаем, что это совершенно не так. И вдруг вот в этом 144-м псалме появляется какой-то, как будто бы идеальный мир. Но нет, здесь не сказано, что мир идеален. Здесь не сказано, что всегда все это есть. А здесь сказано, что все, что в этом мире есть хорошего, все, что поддерживает жизнь, все, что дает эту жизнь. Будь то человек, рыбка, птичка, насекомые. Все это от Бога в конечном итоге. Есть такое учение пантеизм «Бог во всем». То есть Бог присутствует в каждом живом существе, в каждом событии, в каждом человеке. Ну и значит, одновременно нигде. Бог — это вот такое просто иное слово для этого мира. Вселенная, Бог одно и то же. И здесь не пантеизм, а единобожие монотеизм, который, тем не менее, охватывает весь мир. Нет, не весь мир Бог. Но Божье во всем, что есть в этом мире, хорошее. В том числе в том, как воробушек зернышки клюет. В том, как со мной что-то хорошее происходит. Он исполняет желания боящихся, его слышат и хлопали, спасает их. То есть это одновременно не сила, размазанная по всему миру, который безразлично всех кормит, но это что-то личное, к чему можно обратиться. И ровно поэтому хвалу Господа мои уста изрекают и благословляет его все живое. Имя святое его во веки веков. А если не хочется, а если не молится, а если не до этого, 145-й нам подскажет. Продолжение следует...